Население Земли достигло отметки 8 миллиардов человек. Мужчин на планете на 5% больше, чем женщин. На первом месте по численности Китай на втором Индии, а Россия на девятой строчке. Здравствуйте, вы смотрите «Новости верхниками». В студии работает Мария Коноплева. И вот главная тема выпуска. Тайна раскрыта. Сегодня жители любимого заметили вырванную с корнем остановку и гадали, что стало причиной инцидента. Расскажем. Северное сияние в Березняках. Минувшей ночью над городом жители наблюдали редкое природное явление. Пообщаемся с тем, кто запечатлел сияние на камеру. Художник на все руки в музее имени Коновалова открылась удивительная выставка из металлических скульптур. Далее покажем, что получается, если творец берет в руки сварочный аппарат. На заседании краевого правительства губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил провести заседание Оперштаба. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе. Дмитрий Махонин планирует собрать Оперштаб уже на следующей неделе, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию по ковиду в регионе и подробно рассмотреть рекомендации Роспотребнадзора. Напомним, в России выявили более 25 тысяч заболевших. В Пермском крае таких случаев более 350. В августе наиболее активными стали сразу два штамма – Дельтакрон и Кентавр. Хоть они проходят в легкой форме, но более заразные. Напомним, Роспотребнадзор с 1 сентября рекомендовал вновь ввести масочный режим. Сегодня утром в соцсетях обсуждали сломанный остановочный комплекс в Усольском микрорайоне. Было много предположений. Среди версий – сильный ветер, хулиганы. Но, как оказалось, его протаранил водитель автобуса. Утром по дороге на работу рядом с Дощениково 12 жители Усолья увидели покосившуюся остановку с вырванным основанием. Это итог неудачного маневра водителя 23 маршрута. Как он умудрился протаранить конструкцию, остается загадкой. Администрация города этот момент не уточнила. В результате инцидента никто не пострадал, но конструкция остановочного навеса получила повреждение и покосилась. По факту происшествия проведена служебная проверка. Водитель будет привлечен к дисциплинарной ответственности. Сегодня работники спецавтохозяйства отремонтировали остановочный комплекс. В ГИБДД аварию не регистрировали. Перейдем к сводке происшествий. Березняковский городской суд вынес решение по аварии в декабре прошлого года. Поздним вечером мужчина спешил на остановку в районе завода «Миакир». Его не заметил водитель самосвала и сбил 52-летнего мужчину насмерть. Подробнее расскажет Сергей Коленик. В Березняковском городском суде вынесли приговор водителю, виновному в смертельном ДТП. 14 декабря прошлого года 34-летний водитель самосвала ехал от завода «Миакир» в сторону Уссолья. В этот момент по пешеходному переходу через дорогу переходил 52-летний мужчина, житель микрорайона Любимов. На улице было темно и водитель не сразу заметил пешехода. Избежать наезда не удалось. От травм мужчина погиб на месте до приезда скорой помощи. Водителя признали виновным в аварии. Суд приговорил мужчину к 2 годам и 9 месяцам лишения свободы. Это время он будет жить в колонии-поселении. В Пермском крае участились случаи ДТП с дикими животными. За прошлую неделю сбили 6 лосей. Аварии происходили в районе Добрянки, Губахи и Кунгура. У нас происшествие с лосями не замечено. Во всех случаях дикое животное сбивали легковушки. Кроме одного, там был грузовик. Всего с начала 2022 года в Пермском крае было зафиксировано 78 таких ДТП. Лось бежит к дороге, потому что путает шум колес с шумом воды. Водителям стоит быть осторожнее. Не всегда зверь выходит в зоне действия знаков «Дикие животные». Ранее судимый 36-летний мужчина украл гитару за 6 тысяч рублей. Когда продавец отвлекся на другого покупателя, развязал шнурок, снял гитару со стойки и поспешил покинуть магазин. Далее меломан отправился в центр города. Там он выпивал, играл на гитаре и пел песни. Музыкальный вечер закончился тем, что гитара была сломана и выкинута в реку. Преступление он совершил еще в июне. Кстати, поймали его на следующий день. Сейчас дело передали в суд. Музыканту грозит до двух лет лишения свободы. Сводку происшествий подготовили Сергей Каленик, Степан Некрасов. Новости в Верхнекоме. Состояние здоровья горожан возьмут на контроль. С 7 сентября на протяжении месяца выборочно специалисты будут ходить по квартирам и опрашивать жильцов о том, как они следят за своим самочувствием. Сотрудники будут ходить по квартирам, отобранным случайным образом. У работников при себе будут специальные удостоверения с обязательным указанием фамилии, имени и отчества. Они будут спрашивать информацию про самочувствие, рацион и режим питания, занятия спортом и вредные привычки. Эту информацию в дальнейшем будут использовать для того, чтобы разработать меры поддержки для увеличения продолжительности жизни. Сбор данных будет проходить с 7 сентября по 4 октября включительно. А пока наша съемочная группа вышла на улицы города и узнала, как горожане заботятся о своем здоровье. Веду здоровый образ жизни. А чем именно занимаетесь? Господи, очень люблю гулять по лесу, путешествовать, купаться, ну в смысле плавать. Я полумарафон пробежал, жена пьет бады. Витамины пью. Хоккея. Велнес. Арифлейн. Периодически посещаю врачей. Может какие-то витамины или спорт. Диспансеризация была, прошла. А, витамины, да, обязательно с возрастом принимаю. А вот какие именно витамины, какой группы? Ну, А, Б плюс, ну с возрастом женские гормоны. Дома зарядки обязательно с утра, тренировки вечером, гулять вот ходим частенько. Витаминчики обязательно сезонно принимаю. Врача ухожу, какие-то лекарства пью. А вот как-то, может, спортом занимаетесь активно? Ну, иногда бывает. Не так. Совсем на природе. Все время работаю на природе тоже порой, да. А может, как-то правильное питание соблюдает еще что-то? Ну, да, в силу моего возраста, да. Зарядка, правильное питание. Да. Правильное питание. Какой ваш любимый рецепт? Картошечка вареная с селедочкой. А уверены, что это правильное питание? Ну, редко. Редко себе позволяю. Так, а есть еще что-то? Может, витамины? Ну, я стараюсь. Фрукты, ягоды местные. Спортом хожу, гуляю с сыном. Побежки в футбол играем. Здорово. Да. А где обычно занимаетесь? В Абраму, на площадке. А за питанием как-то следите? Ну, кашки кушаем, с мномолочки. В прокуратуре Красновишерска пройдет горячая линия по подготовке к предстоящему отопительному сезону, а в Соликамске почти все готово к предстоящему дню города. Подробнее расскажет Евгения Кокширова в рубрике «Верхниками сегодня». Здравствуйте, дорогие жители Верхниками! Я начну с темы насущной. Наши города готовятся к отопительному сезону. Одной из самых проблемных территорий за последние годы в этом плане стал Красновишерск. Зимой 2021 года там разом без тепла остались 4,5 тысячи человек. Чтобы ошибки не повторилось, 24 августа прокуратура Красновишерского района проведет тематический прием граждан по вопросу подготовки к зиме. Встреча состоится с 14 до 16 часов в прокуратуре Красновишерского района по адресу город Красновишерск, улица Карломаркса, 17, кабинет 3. Там граждане могут рассказать о плохой работе управляющих компаний или ресурсоснабжающих организаций, если считают, что их действие или, наоборот, бездействие могут привести к тому, что город снова замерзнет. Перейдем к праздничным темам. Соликамский ищут белые, синие и красные машины. А все потому, что 22 августа вся страна отметит день российского флага. В соляной столице решили в честь этого организовать флешмоб и выстроить из машин белого, синего и красного цвета дорогой сердцу Триколор. Флешмоб пройдет на главной площади 22 августа в понедельник в 19.00. Участников просят зарегистрироваться. Форму для регистрации можно найти на официальном сайте Соликамской администрации. Достаточно зайти в раздел «Новости», найти новость о флешмобе, пройти по ссылке и известить организаторов о своем желании. Соликамск впереди планеты всей по части активности. И сейчас соляная столица готовится к Дню города. И 27 августа во время празднования запланировано сразу несколько мероприятий, в которых могут поучаствовать горожане. Во-первых, в 15.00 на площади пройдет парад невест. Участницей конкурса может стать абсолютно любая представительница прекрасного пола, независимо от возраста и семейного положения. На конкурс каждая участница приходит в свадебном наряде, с ложенными волосами, аксессуарами, букетом. Все как на настоящей свадьбе. В день конкурса все участницы станцуют общий танец, который поставит профессиональный хореограф. Дополнительно будут проводиться репетиции свадебного дефиле и танца. О дате и времени репетиции организаторы сообщают всем зарегистрированным участникам. Молодых мамочек и папочек приглашают на парад колясок. Счастье на колесиках в 15.00. Так что пора превращать коляску вашего малыша во что-то невероятное. Мультяшные персонажи, сказочный транспорт и вообще все, на что хватает ваши фантазии. Также необходимо придумать четверостиши о вашем творении. От 17.45 до 18.30 на соляной версте у арт-объекта «Медведь» пройдет конкурс косплееров. Придумывай интересный образ из любой мульт- или киновселенной, разрабатывай костюм и вперед на конкурс. Представители лучших образов, по мнению жюри, будут награждены призами. Ссылки для регистрации на все три события можно также найти на сайте Соликамской администрации в разделе «Новости». Кликайте на новость о заинтересовавшем вас событии и участвуйте. Рубрику для вас подготовила Евгения Кокшарова. Интересный факт об освоении космоса в советские времена все луноходы испытывали на Камчатке. Ведь склоны камчатских вулканов имеют схожесть с поверхностью Луны. За красоту и разнообразие ландшафтов этот регион часто называют другой планетой. Конечно, для туристов Камчатский край, прямо скажем, труднодоступен. Но вот получить вкусный привет оттуда может каждый. Рыбная лавка «Рыбак Камчатки» уже с понедельника будет работать в Березниках. Чавыча, кижуч, нерка, белорыбеца, палтус на прилавках всегда лучшие образцы камчатских богатств. Вся рыбка коптится в кирпичных печах на натуральных опилках яблони, ольхи и вишни. В ассортименте будет, как всегда, и вкуснейшая красная икра чавычи. Крупная и интарная выглядит как произведение искусства. Свежемороженые рыбки будет хоть отбавляй, так что можно приготовить рыбное барбекю на природе или на варистую уху в котелке. Была бы хорошая компания. Рыбная лавка «Рыбак Камчатки» приедет в Березники уже в понедельник, 22 августа. Стройте свои гастрономические планы с проверенным поставщиком. Настоящие природные чудеса случаются не только на Камчатке, но и у нас. Прошлой ночью жители Пермского края, в том числе и березников, наблюдали северное сияние. Ночное небо, озаренное цветными вспышками. Нет, это не северный Мурманск или Сургут, хотя сегодня ночью там тоже наблюдали северное сияние. Это Пермский край и фотографии жителей Лысьвы и Ныраба. А это снимок из березников. Изумрудно-зеленая лента простирается над вторым универсамом. Сделано это фото на последнюю модель самого популярного смартфона из окна многоэтажки. Мы встретились с автором Сергеем Скоробогатых. Он говорит, было совсем мало времени запечатлеть это чудо. Приблизительно где-то полуночи, 12 часа, открыл случайное окно, увидел. Сначала как бы не понял, что это северное сияние, думал, что это облака обычные. Потом присмотрелись и увидели, что это уже сияние. И сразу фотоаппарат, телефон, сфоткал. И получилось два кадра снять. И через минуты две-три она и пропала полностью. Астрономы говорят, что причиной появления северного сияния в небе Пермского края стала серия вспышек на Солнце. Солнечный ветер донес поток ионизированных частиц до атмосферы Земли именно 18 августа. На этот день пришла сильная магнитная буря. Кстати, еще одному березниковскому фотолюбителю Роману Семенюку удалось поймать это чудо природы на видео в районе поселка Николаев-Пасад. Предлагаю вам насладиться прекрасными кадрами. 1 сентября впервые в школу отправятся несколько сотен юных березняковцев. Родители сейчас не только собирают рюкзак, но и определяются с секцией. Екатерина Зебзеева расскажет, какие спортивные школы набирают воспитанников на грядущий учебный год. До конца лета осталось совсем ничего и пришло время подумать, чем ваш ребенок будет заниматься в свободное от школы время. Дополнительное образование, безусловно, важно в жизни каждого ребенка. Для того, чтобы раскрыть талант, прокачать социальные навыки и даже определиться с будущей профессией. Спортивные секции уже открыли набор. Так, в спортивную школу «Барс» ждут будущих хоккеистов, фигуристов и футболистов. Всю необходимую информацию узнавайте по телефону, который сейчас на экране. Если ваш ребенок питает страсть к боевым искусствам, ему определенно стоит посетить занятия по дзюдо, тхэквондо, боксу, самбо или ММА. Спортивная школа на Олега Кашевого «Семь» уже открыла двери для ребят от семи лет. Наша школа объединяет пять видов единоборств. Это самбо, дзюдо, бокс, фигуондо. И с весны, с марта к нам присоединилось смешанное боевое единоборство ММА. А у каких ребят вы ждете, кто к вам может прийти заниматься? Несмотря на то, что у нас такие боевые виды спорта, у нас занимаются и мальчики, и девочки. Причем девочки занимаются очень успешно и достигают высоких результатов. В этом году школе исполняется 26 лет. За это время здесь выпустились четыре заслуженных тренера, 12 мастеров спорта международного класса, один заслуженный мастер спорта России и 40 мастеров спорта. Еще одно место, где ваш ребенок может достигнуть профессиональных вершин – спортивная школа «Темп». Сейчас здесь открыт набор в секцию баскетбола, легкой атлетики, пожарно-спасательного спорта, акробатики и гимнастики. Ищут и будущих звезд лыжного спорта, триатлона и велоспорта. Занятия проходят в Новожилово. Сейчас в спортивной школе летающий лыжник ждут как можно больше ребят. Так, в секцию рады принять будущих чемпионов от 9 лет. Особая физическая подготовка не требуется. Если ваш ребенок водная душа, то в спортивной школе «Кристалл» он точно будет как рыба в воде. Сейчас идет набор детей в секцию водного пола и плавания. Кто-то просто любит плавать и выбирает именно водные виды спорта. Кто-то хочет добиться каких-то результатов, выполнить мастера спорта, либо выиграть какие-то соревнования серьезные. В водном поле точно так же. Дети любят играть в игровые виды спорта. Тут и плавание навык прививается, и владение мячом. То есть, в принципе, оба вида спорта очень интересны. Так обучаться плаванию могут дети с 7 лет, а в водному полу с 8. Как отмечают тренеры школы, занятия проводятся ежедневно. Все зависит от уровня группы ребенка. Набор в спортивной секции продлится ориентировочно до конца сентября. Екатерина Зибзеева, Сергей Антонович, Новости Верхнекамья. В историко-художественном музее имени Коновалова открылась новая выставка пермского скульптора Рустама Исмогилова. Этот художник великолепно владеет кистью и карандашом, но предпочитает работать сварочным аппаратом. На открытии новой экспозиции побывала наша Ксения Калугина. В Березняковском музее имени Коновалова продолжается серия персоналей масштабного выставочного проекта «Родня». Экспонаты пермского скульптора Рустама Исмогилова поражают своей сложностью. Если говорить о нем как о профессионале, то есть он развивается в таком новом направлении, именно в скульптуре. Когда используя уже готовые какие-то материалы, он перерабатывает их в нечто такое интересное, новое, необычное. То есть уже какие-то привычные ходовые вещи обретает новую жизнь. При просмотре складывается впечатление, что скульптор слышит и ощущает прежнюю машинную жизнь экспонатов. В его руках старый металл, обладающий удивительной энергетикой целой горно-заводской цивилизации, обретает новую жизнь. Автор уделяет и пристальное внимание деталям. Это олицетворяет вечное движение, в которое погружен мир. Рустама Исмогилова считают прикладником, который также хорошо владеет кистью и карандашом. Но сварочное дело он освоил сам. И вот благодаря его фантазии рождаются удивительные скульптуры. Здесь и работы, созданные по мотивам пермского звериного стиля, и философские размышления на тему римской истории и шекспировских мотивов. Есть и место современным украшениям в стилистике техно-арт, которые успешно вписываются в высокую моду. Стоит обязательно приходить всей семьей вместе с детьми, потому что здесь настолько простор полета фантазии, то есть как использованы эти материалы. Нужно стоит обязательно рассматривать неторопливо, чтобы понять, чем была эта вещь. Например, работа, где соединяются декоративного плана, подсвечник, в котором соединены еще и части бывшей керосиновой лампы. То есть вот такое соединение, чувство этого материала, что сейчас эта лампа не работает, но из нее сделан подсвечник. То есть вот тоже, пожалуйста, можно осветить жилище. То есть вот именно приходить надо для того, чтобы посмотреть, пофантазировать, поразмышлять и увидеть прочтение материала именно скульптором. Станьте первыми зрителями и обязательно посетите эту выставку. Экскурсии пройдут уже в эти выходные 20 августа в 14.00 и 21 августа в 12 часов. Такого вы еще точно не видели. Ксения Калугина, Сергей Александров, Новости Верхниками. Говорят, чтобы рабочая неделя прошла легко, нужно разнообразно провести время в выходные. Ксения Калугина подготовила для вас афишу на субботу и воскресенье. Выходные обещают быть жаркими и богатыми на яркие мероприятия. Программа, как всегда, насыщенная. Березняковский драматический театр продолжает радовать всех любителей живых эмоций. 19 и 20 августа в 11 часов приходите всей семьей на добрую и светлую историю, полную озорного юмора, пьесу «Фуня». А драматический театр «Бенефис» приглашают погрузиться в любимые сказки. Эта постановка по стихам Корнея Чуковского точно не оставит деток равнодушными. Встречаемся в ДК имени Ленина 20 августа в 12.00. Билеты можно приобрести в касте театра. В Березняковском историко-художественном музее имени Коновалова 19 августа откроется новая выставка пермского скульптора Рустама Исмогилова. Рустам скульптор – художник новейшей формации, представитель интегральной культуры. Его скульптурные объекты включают в себя основные пластические завоевания 20-го столетия. От Пикассо до металлических инсталляций европейской волны неоклассицизма. Кстати, 20 августа в 2 часа и 21 августа в 12 часов состоятся экскурсии. Будьте первыми зрителями. Ну а любители старинной архитектуры могут отправиться в музей-заповедник Усолье-Строгановское. Вы можете посетить обзорные экскурсии или же просто прогуляться в живописном месте. Полную программу можно посмотреть в группе ВКонтакте «Заповедник Усолье-Строгановское». Продолжает работу и ремесленная слободка в музее-усадьба Голицына. Познакомьтесь с промыслами наших предков в субботу с 12 до 3, а в воскресенье в 12 часов отправляйтесь на экскурсию «Альбом Соливара Богомолова». Приходите всей семьей и оставьте себе сувениры на память. В летнем читальном зале в парке вы можете не только погрузиться в книжный мир, но и принять участие в викторинах, творческих встречах и даже изготовить что-то своими руками. Встречаемся в шатрах в городском парке напротив ДК имени Ленина. Ярко и спортивно можно провести время уже в эту субботу. 20 августа состоится долгожданный для всех любителей экстрима забег «Березники-300». Тех, кто попробует свои силы в этом году, будет очень много – спортсмены-профессионалы и любители. Свои силы сможет проверить каждый призовой фонд соревнований – 150 тысяч рублей. Посмотрим, кто быстрее всех заберется на трамплин. Кстати, награждать победителей будет серебряный призер Олимпийских игр по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Климов. Старт в 10 часов утра в районе поселка Чупино. Ну а если душа просит путешествий, 20 августа в Губахе на горе Крестовой состоится музыкальный фестиваль «Крафтиваль». Уже в 10 часов начнет работу подъемник, а в 12 состоится торжественное открытие. Организаторы подготовили насыщенную программу, выступления музыкальных групп, мастер-классы, запуск воздушных змеев и даже соревнования по поеданию хот-догов. Здесь вы точно не соскучитесь. Проводите свое лето ярко. Афишу на выходные подготовила Ксения Калугина. Делайте новости вместе с нами. Снимайте эксклюзивное видео городских происшествий или интересных событий. Присылайте нам и становитесь мобильным репортером программы «Новости Верхникамия». Мы ждем ваших сообщений на электронную почту tnt.news, собакам mile.ru или по телефону 26 28 17. Автор лучшего ролика недели получит сертификат на 1000 рублей в золотой магазин. Вы смотрели главные новости Верхниками. Далее вас ждет прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. В студии работала Мария Коноплева. Всего вам доброго и только хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дальневосточные морепродукты. Чавыча, кижуч, красная икра. От компании «Рыбак Камчатки». С 22 по 27 августа. ДК Ленина. Улица Ленина, 50. Печати, штампы, не проблема, если знаешь, где достать. Станет бизнес беспроблемный, если в лиге заказать. Печати, штампы, гравировка, пломбиры и металлические печати. Березники, проспект Ленина, 47, офис 243.